Смотрите прямо сейчас в проекте Фронт Ньюс уникальные кадры самого пекла войны. Пушка! Пушка! Враг продолжает бить по мирным украинским городам. Как только я это поняла, мы уже летели. Сейчас, 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 сейчас все будет. Но вооруженные силы Украины делают все, чтобы выбить кремлевскую нечисть с родной земли. Мы своими руками делаем эту победу. Поверьте, мы делаем все. Эти воины точно заставят врага ответить за все. Слава Украине! Героям слава! Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Кровавая война, развязанная Владимиром Путиным и его кремлевской сворой, продолжается. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. А сейчас, внимание, сразу же эксклюзивный материал с передовой. В деле украинские артиллеристы. Когда их, наших героев, расстреливают вражеские снаряды, они уклоняются, а дальше сами наносят оккупантам сокрушительные удары. В Донецкой области американские гаубицы М-37-ки минусуют россиян и их укрепления даже под плотным встречным огнем. Среди пушкарей это называют артиллерийскими дуэлями. Как они происходят на самом деле и что делают пушкари, когда их позиции обнаружил враг. Съемочная группа ТСН сняла одну из таких перестрелок. Далее, эксклюзивный репортаж с Донецкого участка фронта от корреспондента ТСН Ивана Петричака. Дорога в направлении Песков. За ними уже оккупированный Донецк. Где-то среди этих полей проходит линия фронта. Столбы дыма здесь хаотично поднимаются в небо после каждого российского прилета. Пока наша пехота сдерживает врага, где-то и сама пробует продвигаться вперед. Активизируется артиллерия. С обеих сторон. По нам сейчас работает арта. Пошел. Нормально. Нормально. 152-й калибр работает. Стволка. Это 100%. Какая-то Д-20 или Саушка. Командир-артиллерист 59-й мотопехотной бригады с позывным «Огонек» на взрывы практически не реагирует. К такому за время войны он уже привык. По характерному свисту командир понимает, у россиян немаленький перелет. Среди деревьев дислокации наших оккупанты еще не обнаружили. Хоть и смогли засечь приблизительный квадрат. Откуда стреляют украинцы? Штук 20 уже прилетело по нам. Это за день. Подобную перестрелку артиллерии можно уверенно сравнивать с игрой в морской бой. И это россияне сейчас лупят в пустые клетки. Они пристреливаются по тебе? Ну плюс-минус да. Они пытаются нас найти, но так и не могут. Ну там может птичка висит, но нас почти не видно. Возможность бить в пустые клетки здесь единственное общее с настольной игрой. На кому человеческая жизнь и цена каждого выстрела огромная. Поэтому наши наугад не бьют. Точные координаты цели только что ребятам передала разведка. Два штуки в огонь! Можно работать. Дрое заряжает. Бегом, бегом, бегом! Дым из ствола американской гаубицы М-37 еще не успел развеяться. Она уже вновь готова. Пушка! Пушка! Задача для трех «семерок» – поразить укрепление оккупантов. И она его разваливает на части. Через несколько минут наша гаубица вновь замаскирована, а сами артиллеристы в укрытии считают снаряды. Стрелять есть чем. Да, слава богу, на этой пушке хватает. Точная, мощная и быстрая в работе. Ребята сравнивают свою пушку с предыдущей. До этого они работали на гаубице еще с советских времен. После Д-20 работать офигенно. Конечно, результаты у нее намного лучше. Экономятся снаряды. Точно бьет. Поэтому на «трисемерке» россияне объявили охоту. Один раз ракетой российского града этой гаубицы уже пробивало колесо и немного подпортило краску. Скаты установили новые. Дислокацию изменили, и после мелкого ремонта сегодня и ее первый выезд. Удачные, считают ребята. Но врага, говорят, недооценивать тоже нельзя. Они там закопаны, забетонированы. Их не достанешь. Стоит три ствола. Работать со стационарных огневых позиций на этом участке Донецкого фронта пытаются и наши военные. Сейчас у нас стационар. Там буквально минута две, и мы уже готовы открыть огонь. А на выездах где-то плюс-минус 15 минут нужно, чтобы занять позицию и сделать первый выстрел. Быстрее работа. Еще один. Нормально. Не к нам, слава богу. И цель быстрее поражается. Артиллеристы показывают, для защиты в лесополосе обустроили укрепление. Есть место для оружия, кухня, блиндаж и окопы, которые их совмещают. Тут у нас блиндажик. Здесь у нас блиндаж, перекрыт хорошо. Потихоньку обживаемся. Обживаемся потихоньку. Лишь сегодня закончили копать и будут впервые здесь ночевать. Блиндаж выкопали за день. Блиндаж выкопали за день. Прокопы за день. Накрыли буквально два дня. Неделя работы плюс-минус. Воины говорят, воевать на этой позиции получится, пока их не засекут оккупанты. За то время, пока мы готовили этот сюжет в эфир, артиллеристам уже пришлось переезжать. Блиндаж, который ребята копали неделю, враг разрушил за мгновение. Но укрепление спасли. Среди наших без потерь и без смены огневой позиции. Бойцы отсюда изрядно успели отминусовать россиянам. Эта война – война артиллерии. Для россиян наши артиллеристы приоритетная цель. Но и для наших артиллеристов российские тоже. А еще эта неделя ознаменовалась жуткими и кровавыми военными преступлениями. Да что там говорить геноцидом украинского народа со стороны кремлевского руководства. В частности, сейчас речь про ракетный обстрел украинского Кривого Рога. В результате мощного взрыва в районе трех часов ночи, когда люди просто спали у себя дома, разрушен жилой дом. Погибло 13 человек. Еще 38 получили ранения разной степени тяжести. Смотрите далее. Эксклюзивный и леденящий душу материал с места событий от корреспондентки ТСН Ольги Павловской. На пепелище выжившие люди ищут хоть что-то из уцелевших вещей. Удар россиян разрушил жизни более сотни человек, которые жили здесь. Ну, в чем были, в том и выбежали. Сейчас только нас сюда запустили, мы вещи забрали, все, к сестре уезжаю. Можно сказать, что ничего не осталось, все сгорело. Стиральная машина, вот это, ну и все. Все остальное сгорело. Мощный взрыв раздался в три часа ночи, а затем был пожар. Люди спускались на простынях. Спасатели и полицейские искали раненых и тех, кто остался в огневой ловушке. Все, скоро вы. Кто есть, выходит. Кольтира моя, горы. Вас выкинуло оттуда, да? Да. Пламя стремительно охватывало этаж за этажом. Ребят, вот русский мир, а там люди умирают. Ракета попала на территорию прямо около дома. В этот момент практически все жители крепко спали. Огонь стремительно охватил все пять этажей. В доме погибло четыре человека. Пожилые мужчина и женщина, а также молодые супруги. Это Давид и Ксения Эпельман. Им было по 22 года. Они недавно отпраздновали первую годовщину брака. Она учительница начальной школы. Будто бы из меня что-то взяли и достали, что-то живое. Я никогда не думала, что можно так ненавидеть. Я никогда не чувствовала такого. Нет сил даже смотреть. В спиной к изуродованному дому стоит раненая Ярослава, которая чудом спаслась с мужем и двумя детьми. Муж так же проснулся. Говорит, что случилось? Я говорю, бьют. И как только я это сказала, увидела у него в глазах зарево отразилось. Сразу же поняла, что сзади сейчас что-то будет. И как только я это поняла, мы уже летели. И только я взбагнула, уже мы летели. Залез на дерево, чтобы из огня достать пятилетнего мальчика и его маму. Они были на втором. Вот данное дерево, по которому я залез к ним. Случайный свидетель Владислав Мушин, говорит, даже не успел испугаться, когда бросился на помощь. На балконе вижу ребенка, и мать орет. Спасите, спасите. Я сразу его ухватил, начал передавать на низ, и дальше уже взял мать. Потом спрыгнул, потому что воспламенилось сильно. В общей сложности здесь удалось спасти 12 человек. Максим был на ночной смене, когда позвонила жена. Она мне звонит. Она мне звонит. Я задыхаюсь. Не знаю, что делать. Она слезла по этой лестнице в ночной рубашке. Внучка. Внучка прыгала со второго этажа на батут, который бросали спасатели. А сын и невестка спускались на простынях. На складе без алкогольных напитков в Кривом Роге погибло семь человек. Там был склад с водой. Это все мирные работники. Все объекты, на которые сегодня была осуществлена ракетная атака, никаким образом не относится к объектам какого-то военного сообщения. Всего лишь за ночь более 30 раненых. Состояние трех из них крайне тяжелое. Также разрушено три учебных заведения, автомобили и дома рядом. Не могут выиграть на поле боя. Борются россияне с мирным населением. Они боятся нашего наступления. Они боятся нашего сопротивления, которое уже 16 месяц мы осуществляем. Поэтому я думаю, что это такая безвыходность и попытка запугать наших людей. Людям, потерявшим жилье, предложили временное убежище. Но ни один из них пока что не обращался за помощью. Поселились у родственников. Удастся ли восстановить дом, станет известно только после экспертиз. Действительно, от таких кадров, от этой боли и страданий кровь стынет в жилах. Но военные преступники Кремля, к сожалению, не прекращают эту кровавую вакханалию. Под утро 14 июня российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области. Известно о трех погибших и трех раненых. Сейчас вы увидите душераздирающие кадры спасения людей из-под завалов в Краматорске, которые опубликовала патрульная полиция Украины. Весь цивилизованный мир должен знать и понимать, какой ад устраивает путинская свора по отношению к жителям независимой Украины. Пошел. Слышу. Бобо-бобо-бобо! Сейчас, 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 сейчас все будет. Вот голова у меня. Голова у меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас поможем. Сейчас, сейчас, припадем. Пожалуйста. Сейчас, сейчас. Пожалуйста. Стоп, стоп, стоп. Все хорошо, рядом человек. Все, все, все. Он, наверное, уже не живой. Все, все. Мужики, смотреть надо, может, нет? Тут Гена. Где Гена? Все. Мужики, вот еще мужчина. Позже, подожди. Позже, подожди. Аппаратно, обратно. И-и-и! Поможете? Да, давайте. И-и-и! Все, пошло. Далее мы переносимся и детальнейшим образом анализируем оперативную обстановку на многострадальном Бахмутском направлении. Ситуация уже который месяц накалена до предела. На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки. Нанес также авиационные удары неподалеку Белой горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюховка, Орехово-Васильевка, Часовьяр, Калиновка, Ивановская, Заряновка, Белая гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южная Донецкой области. А сейчас вас ждет эксклюзивная возможность увидеть, что происходит на окраинах украинского города-крепости Бахмут и близлежащих селах. Да, нашим защитникам сложно, очень сложно, но они держатся и будут держаться, ведь воюют за будущее своих детей. И знаете, у каждого украинского героя там на передовой своя жизненная история. Но всех этих бесстрашных воинов на передовой объединяет одна общая цель – навсегда выбить оккупантов с родной земли. Смотрите далее материал самого пекла войны от корреспондентки ТСН Натальи Нагорной. Это утро на окраинах Бахмута. Оно громкое, но невероятное. Вдоль полевых дорог, по которым мы едва выруливаем, бесконечные поля маков. Мы едем к холоднояровцам 93-й бригады в Ивановское, небольшое село на окрестностях Бахмута. Здесь не осталось местных, лишь война. В небе свист снарядов и беспилотника. То, что можно увидеть прямо на дороге под Бахмутом – маленькая авиабомба, которая не разорвалась. Военные объясняют, и ничего с ней пока что не сделаешь. Не будет дороги, если ее подорвать. Ее не вывезешь. Ее только надо взрывать. Но, несмотря на все это, здесь значительно легче, чем в самом Бахмуте. Просто теперь нет этих бесконечных штурмов. Ничего не поменялось. Нет просто-напросто такой интенсивности, то, что они просто не лезут вперед. А так ничего не изменилось. По обстрелам сказать, что у кого-то что-то закончилось, ничего никого не закончилось. Как летело сюда, все, что можно лететь, все летит. Это Алексей, он минометчик. Воюет с 2018 года. Говорит, что сейчас все это почти передышка. Мы чаще работали, сейчас поработаем меньше. Может, у вас просто нечем стрелять? Не, 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 все хорошо с этим. Что касается мин, что касается боеприпасов, то все хорошо. Он уехал из Донецка в 2014-м. Не общается даже с ближайшими родственниками. Но убежден, в родной город обязательно зайдет. Здесь, под постоянными взрывами в старом доме, Россия не кажется чем-то страшным. Мы, 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 мы своими руками делаем эту победу. Приближая ее, эффективно, поверьте, мы делаем все. И то, что они здоровы, это еще ничего не означает. И сколько их. Они здесь все в этом уверены. Если вы спросите, какая должна быть победа, я скажу, что победа должна быть справедливой. А пока что миномет наведен, мины готовы. Ждем команду. Снижение интенсивности боев – это еще не отсутствие потерь. Это один из тех стабилизационных медицинских пунктов, где оказывают помощь раненым. В самые горячие дни боев за Бахмут здесь проходило иногда по две с половиной сотни раненых пациентов. Но сейчас интенсивность боев снизилась. И теперь здесь за день в среднем до десятка раненых. Сергей Сергеевич улыбается, он здесь за главного. Радуется, а пациентов стало не только меньше, но и ранения стали легче. Меньше вошки поступают, меньше вошки. Менее тяжелые поступают, менее тяжелые. Сейчас акубара травм много и много осколочных ранений, но мелких. Для врачей это также передышка. Наши хорошо прячутся. Молодцы, ребята. Далее мы переносимся на Марьинское направление. Это еще одна краеугольная цель для кремлевских военных преступников. Соответственно, и тут ситуация наколена до предела. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Окупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Большой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. И пока подлый и циничный враг продолжает терроризировать мирных жителей независимой Украины, тем самым, лишь подтверждая собственную беспомощность, вооруженные силы Украины без лишних слов и пафоса делают свое дело. Освобождают населенные пункты родной страны от того самого русского мира. В частности, на этой неделе было деоккупировано село Сторожевое Донецкой области. В ходе зачистки населенного пункта было ликвидировано 50 террористов Российской Федерации, еще четверо попали в украинский плен. Сейчас вы увидите все подробности блестящей работы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. И поверьте, российские захватчики, это лишь начало. Подробности в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ермалюка. 28-й отдельный батальон морской пехоты 35-й бригады освободил населенный пункт Старожевое. Слава Украине! Впервые за год украинский флаг в Старожевом, что в Донецкой области. С марта 2022 года село было в оккупации. Наступление на населенный пункт морпехи начали около пяти утра. Мы высадились из бронированных машин и начали штурм. Сначала враг сопротивлялся, попытался подавить своей артиллерией. Но нам удалось взять инициативу в свои руки. Нам удалось переломить инициативу, взять инициативу в свои руки. Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, морпехи 35-й отдельной бригады МП смогли выбить врага и закрепиться на этом рубеже. Это Урал. Был полный БК. Он был абсолютно полным. Они его бросили. Там сейчас лежит, кажется, член экипажа этого Урала. Но он нам об этом уже не скажет. Они сбежали. Село Старожевое. Сейчас это сплошные руины. Враг, пытаясь остановить продвижение наших войск, разбил его из артиллерии. Тут сетку разорвало. И он тут тоже за садком. Пока во фронтальном наступлении сражались морпехи, на правом фланге подразделения УДА штурмовали нескучное. Для оккупантов, которые ожидали нашу броню, стала неожиданностью пехотный штурм батальона «Арэй». Они ждали технику, ждали массового наступления танков, бронемашин. Поэтому они и были удивлены наступлением пехотным подразделениям. Ну и, конечно, мужеством, мастерством и преданностью делу всех наших бойцов, а также чёткой и современной помощи смежных подразделений. Под звуки артиллерийской канонады на разбитой крыше здания добровольцы устанавливают флаг. Побитые лестницы и разбитому коридору украинские бойцы 68-й егерской бригады поднимаются на верхний этаж местного сельсовета Благодатного. Сквозь разбитые стекла просовывают и укрепляют флаг. «Изгоняем с нашей родной земли врага. Это самое приятное ощущение. Украина победит. Украина прежде всего». Бои в Благодатном шли буквально за каждое здание. Егеря штурмовали сельский клуб, из которого оккупанты сделали крепость. Бои идут по всему фронту. Возле Авдеевки десантники 25-й бригады в бою захватили окопы врага. Горит земля под ногами врага и на Бахмутском направлении. Бои продолжаются под Клещеевкой и Берховкой. Ну что же, а теперь настал черед обсудить ситуацию на Запорожском и Херсонском направлениях. Военный террор, подлые обстрелы и бомбежки не прекращаются. Враг продолжает бесчинствовать. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговская, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенко, Малые Щербаки, Каменская, Запорожской области, а также Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Береслав, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизамыс Херсонской области, а также пострадал Очаков Николаевской области. Конечно же, сегодня мы не могли не показать вам, что происходит в Херсоне и Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Несмотря на то, что враг продолжает жестокие обстрелы и бомбежки, в том числе по людям, которые пытаются эвакуироваться, Херсон и Херсонская область держатся. В это сложно поверить, но даже сейчас многие жители юга Украины не хотят покидать родной дом. Детальнее расскажет и покажет корреспондент КТСН Елена Ванина. Это река Веревчина. Она уже высохла и исчезла с карты Украины. Сейчас русло не только наполнилось, но и выходит с берегов. Это многострадальная Чернобаевка, в которой затопила часть села в Низине. Если дальше вот туда пройти, то там аж по шею. Повезло, говорят люди, что рядом карьер, где добывали камни, который принял много воды и превратился в озеро пятиметровой глубины. Местные теперь спасают животных и ловят рыбу, которую принесло на поля. С воды пришел. Караси такие большие есть, а есть маленькие. А за столом, который принесла вода, собираются с соседями. Пьем кофе, едим бутерброды. Сели, посидели там. И наблюдают за уровнем уже спадающей воды. В потопленных в первые дни районах он снизился на 20-50 сантиметров. Но в других местах вода продолжает прибывать, говорят в областном гидромедцентре. Полметра воды уже ушло, но это в городе Херсония. Я хочу обратить внимание жителей тех районов, которые выше по течению, по реке Ингулец, по тем балкам, которые уже 90-100 лет не было воды. Сейчас туда вода прибывает. В Ингульце сегодня 6 метров 22 сантиметра подъем воды. Вода заливает низину. Речпорт и остров Херсония до сих пор в воде. Также тонет часть микрорайона Шуменский, несмотря на то, что далеко от Днепра. Этот район, а также Белозерку, Степановку и другие села, которые затопила когда-то пересохшая речка Веревчина. Рядом с полностью сухими домами стоят залитые постройки по первый этаж. Но здесь остались люди, которые категорически не хотят ехать. Будете уезжать? Куда? Дети, я здесь выросла, я здесь живу и буду жить. Это мое все родное. Я никуда не денусь. Оно все отойдет. Приняли нас в Херсон. Мы переехали в другую квартиру. Пока нас приняли, ждем, когда вода спадет. Вообще не хочется никуда уходить из своего дома. Конечно, да. Вообще не хочется никуда уходить из своего дома. Волонтеры помогают как могут. Люди еще не понимают, что это все очень надолго. А те, что остаются, какие нужды имеют? Мы довозим к ним воду, необходимую еду, потому что надо людям питаться. В этих домах нет ни света, ни воды, ни канализации. Села, что у реки на оккупированном левобережье, подтоплены местами по самой крыше домов. Эвакуацию оккупанты не проводят, наших спасателей не допускают. Известно, что только в одних Олежках уже утонуло более 10 жителей. Телефоны у людей разряжаются, и получать информацию оттуда все сложнее. А сейчас мы перенесемся и обсудим оперативную обстановку на Авдеевском направлении. Покой и тут может лишь сниться. Враг продолжает осуществлять военные преступления. Противник нанес авиаудары в районе Авдеевки, осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселая, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желанное Первое, Новокалиново и Небельское, Донецкой области. Белогоровка. Этот поселок, который находится в Луганской области, агрессоры оккупировали год назад. Сейчас там идут тяжелейшие бои, в которых героически проявляют себя украинские минометчики. Прямо сейчас вы увидите, как слаженно и скоординированно работают в тандеме те самые минометчики и представители нашей аэроразведки. В этот раз досталось как живой силе врага, так и вражеской военной технике. Детали в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. И небольшой спойлер. Врагу будет ох, как несладко. Сейчас мы находимся на окраинах города Белогоровка. Работаем со 120-го миномета по живой силе и технике. Белогоровка. Этот поселок – один из самых тяжелых участков фронта в Луганской области. Враг направил сюда значительные усилия и не прекращает обстрелы. Я не раз из квадрокоптера наблюдал за их штурмами. Могу сказать, что это очень ужасное явление. Они на потери внимания не обращают. Как говорится, еще пришлют. Главное наше отличие от врага – командиры в первую очередь берегут жизни подчиненных. И в то же время плодотворно насыпают оккупантам. Ведем огонь исключительно из закрытых обустроенных огневых позиций. Обычно работаем и днем, и ночью, в любую погоду, при любых условиях, в любое время. Четыре утра только начало светать, а ребята уже выдвигаются на позицию и буквально сразу же наводят на цель. Наши минометники отработали по предоставленным аэроразведкой координатам и попали по вражеской боевой машине. Сейчас мы уже полчаса сидим в укрытии, так как россияне немного разозлились. Как там обстановка? 4-5-0 Переждав вражеский обстрел, вновь получаем команду на работу. Минометчики выпускают еще несколько мин по врагу. Цель поражена. Цель поражена. Все хорошо отработали. Ребята молодцы. Сегодня противнику не повезло, как и много раз до этого. Всем хлопцем, потребно давать. Этим ребятам необходимо давать ордена только за то, какую дистанцию они чуть ли не каждый день проходят. Они на своих руках несут на эти позиции БК, там, где надо бежать. Эти ребята в моем сердце за то, что они такой ценой приближают нашу победу. Нужно защищать свою страну, чтобы наши дети жили спокойно без Российской Федерации. И БК, Российской Федерации. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе Фронт Ньюс новые уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.